Привет! Тут вот я приобрел новую стойку амортизаторную. Левая сторона у меня загремела. Мои хондочки, то есть левая сторона стала греметь. По нынешним деньгам вот эта стойка, сейчас, если я даже бэушную, контрактную или бэушную, на разборках, на авторазборках, на контрактных запчастях, ну правда там с пружинами, 3800, а вот эта стойка новая, стоит 2000. Не знаю, что это за стойка. Хорошая она или плохая. Фирма называется PRX и написано New Technology, новые технологии и гарантия 20 тысяч пробега. Ну то есть среднестатистический пробег автомобиля считается нормальным 20 тысяч в год. Ну если человек не слазит с этого автомобиля, то есть ездит целый год. То есть на один год гарантия. Ну это гарантия, а при условии, при нормальных дорогах она, возможно, больше проработает. Ну, брал я ее с мыслью с какой. Поменять сейчас родную стойку на вот эту вот, а родную уже отремонтировать. Потому что, ну я же не могу снять, и пока тут ремонт будут производить и не ездить. То есть если бы я занимался стойками, я бы ремонт произвел там за час, за два, за три. Если бы у меня все были запчасти. Поставил на место и дальше поехал. Ну поэтому решил все-таки покупать. Потому что ремонтировать стойки, если кому-то отдавать, если я не специалист, как вы сейчас скажете. Не специалист, ни хер лезть. Ну, это тоже цена где-то в районе двух тысяч, чтобы нормально стойку сделать. Ее надо сделать, во-первых, разборной. Здесь вот отрезать. Потом выточить гайку, поменять сальники. Ну, короче говоря, хороший ремонт сделать там где-то тысячу с чем-то. Поэтому решил взять новую. Тем более, что цена небольшая. На оригинальной запчасти вот эта стойка там что-то около семи тысяч и больше. Поэтому вот так. Сейчас буду что? Сейчас буду снимать колесо. Все покажу. Ну и менять. Меняю их нечасто. Последний раз я стойки менял на лет, наверное, 7-8 назад. Поэтому не специалист. Ну, может быть, это кому-то пригодится. Потому что все ошибки, которые я сейчас буду делать, вы не повторяйте. Первым делом поддомкрачиваем автомобиль. Что я хотел сказать. Я буду показывать все подробно. Потому что я это видео буду использовать не только как просто выставил в интернет и все. Я буду его использовать, ну и как для себя. То есть забыл что-то. Вот видите, 7 лет назад стойку менял. Забыл что-то. Раз, посмотрел. Если бы я тогда записывал, я бы сейчас пересмотрел. И все нюансы своих, все проколы увидел бы. Поэтому буду делать подробно. Кому не нравятся подобные видео, у меня все видео подробные. Я стараюсь делать подробно. Кому не нравятся мои подробные видео, можете сразу выключать. Переходить на другой канал. Ну и естественно смотреть другие видео. До конца поднимать не буду. Сначала сорву футурные гайки, которые крепят колесо. Головка на 19. Почему я не поднимаю? Чтобы колесо было упертое. В землю. Ну, в бетон. В гаражах, короче говоря. Вот я их сорвал. Теперь даже могу три гайки открутить. Так, теперь надо поднимать. Потому что если я отключу последнюю, машина упадет. Обязательно, видите, ставлю чурочку страховочную под лонжерон. Потому что, не дай бог, там крат сломается или еще что-то. Это у меня страховка будет. Поэтому пока не подниму на высоту чурки. Опа. Вот она. Вот она. Чурку подставил. Теперь надо немножко припустить на нее. Вот так раз. И смотрим колесо. Видите? Колесо свободно. Теперь отворачиваю. Колесо отвернуто. Видите? Моя стойка засопливила. То есть она у меня не в порядке. Надо ее в любом случае менять. Но еще, возможно, будет необходимо поменять краба верхнего. Или опору. Вот так будем говорить. Сейчас посмотрим. Вон, смотри-ка. Вот это у нас отбойник. Вот этот отбойник, он оторвался. Где-то у меня были отбойники от Тойоты на 22. Тут шток на 22. Возможно, я его поставлю. А возможно, и не поставлю. Не знаю. Посмотрим. Факт то, что вот этот отбойник разбит. Вот так вот. Сейчас моя задача сначала все почистить. А потом уже приступить к разборке. Такую штуку снял. Видите, помятая она. Это, видимо, отбойник. На пружину. Или как, чтобы она не скрипела. Не знаю, как это назвать. Снимаем. А сам отбойник, вот он. Вместе с кожухом. Вот. И через него прямо видно, как масло-то шуровало. Сейчас покажу. Вот он. Стоечку снимем. Будет лучше видно. Сейчас мы должны снять рулевую тягу. Вот эту вот открутить. Зашплинтована она. Открутить вот эти два болта, которые крепятся к ступице. Снять тормозной шланг и снять провод датчика АБС. Он же выполняет, скорее всего, датчик скорости. Вытаскиваем этот шплинт. Не потерять его. Брызгаем, как всегда, ВД-шкой. ВД-60. Ну и, скорее всего, сейчас вот сюда удары придется делать, чтобы она выскочила. Посмотрим. Отворачиваем ключом на 17. Пошла. Продимая. Рукой не идет. Не хочет выходить. Не хочет. Сейчас, наверное, сюда ее выверну, чтобы легче ударять было. Максимально поверну. Отставляем, чтобы удар был хороший. Такой. Ну вот на Тойоте сразу вылетало. Здесь не хочет ни в какую. Зараза. Ладно, пока стоит откисает, мы займемся давнейшей чисткой. Обращаю внимание, вот это вот яйца девятошные. Я их сюда приспособил. Отлично работают. Все работает. Надо стойку поменять. Эти болты тоже смажем. Сделал еще несколько ударов. Вот сюда, таких хороших. Вот. Вот она она. Видали? Все. Отворачиваем рулевую тягу. Снимаем. Теперь даже можно повернуть, чтобы тяга ушла туда. Но она, в принципе, не мешает. Теперь наша задача открутить вот эти вот два болта. Открутить. Ну и там, естественно, тормозной шланг. Я думаю... А, еще наверху краба надо откручивать. Чтобы гайка не потерялась, я вот сюда ее раз. Сплинтик сверху. Вот так вот раз. Так, немножко поджал. Все. Она теперь никуда не потеряется. Продолжаем разборку. Гайка на 22. Так, идет хорошо. Если будет крутиться вместе с болтом, то с этой стороны болт. Он на 19. Шестигранник. Пока идет отлично. Надо еще смазочки добавлять. И продолжаем крутить. Все. Болт пошел. Ставим сюда. Чтобы уже покажу. Вот такая конструкция. перехватился. Взял на 22. Головку поставил на трещотку. А на 19 держу воротком. Дело пошло быстрее. Вот так мы его будем выприсывать. Ну и то же самое надо сделать с этим вот нижним болтом. Сейчас немножко поверну. Мне удобнее будет крутить. Рулевую тягу то снял. Он теперь так поворачивается. Забыл. Ну ладно. Так, верхний и нижний болты я отпустил. Еще не вытаскивал. Теперь мне нужно открутить вот здесь ключом на 12 тормозную трубку. Вернее, шланг тормозной. И ключом на 10 есть два по-моему их. Нет, скобочку, который держит АБС. Провод АБС. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот сразу моя ошибка какая была. Надо было кулак не вытаскивать. Надо было сначала открутить, потому что болтается неудобно. Сейчас, наверное, закручу его назад. Все. Теперь будет стоять жестко. На резьбе этой грязи полно. Крутится тяжело до последнего. Просто так болтики не вытаскиваются. Надо либо крутить, либо бородочком. Сейчас попробую бородком. Угу. Готово. Снимаем ступицу. В принципе, в принципе, все. Амортизатор теперь можно в сторонку вот так вот отводить. Осталось открутить три верхних болта. Ну, где открывается капот, я не стал показывать. Пойди, все знают. Так. Открываем. Сейчас посвечу. Вот, стойка держится, вернее, не держится, крепится к кузову. Вот такими вот тремя. Один, два, три болтика. Сейчас я их откручиваю, и она должна туда выпасть. Отворачиваем эти болты над ключом или головкой на 14. Также брызнем ВД-шкой. Пусть маленько постоит. Хуже не будет. Здесь тоже брызнем. Тут эти болты расположены несимметрично, чтобы потом не искать. Я вот так помечу красочкой, что это вот именно к этому болту идет. Ну, то есть к этой вперед она идет. А сюда по краям не буду. Я в интернете почитал. То есть тут не равнобедренный треугольник. Ну, естественно, используя своего помощника шуруповерта. Вот. Видите как? сейчас она будет туда вовнутрь выпадать. тут иметь лучше помощника, но если такового нет, вот как у меня сейчас, можно и одному. Видите, пошла вниз стоит. улетела. гаечки все сюда положу. Ничего, надо вытаскивать стойку снизу. вот, вот видите, она уперлась сама стойка, уперлась в шрус. сейчас надо ее в сторонку отвести. Угу. Так, не получается, чтобы держать фонарик, камеру и вытаскивать. надо еще две руки. То есть, вот так вот. Вот так вот. Вот она наша стоечка амортизаторная. Добавил я света и теперь здесь видно, видите, отбойник. До свидос. Пыльник, который вместе с отбойником. До свидос. Сейчас мне нужно сжать будет пружину этой стойки. А перед тем, как сжимать, попробовать открутить вот эту гайку сверху. Сжать пружину, вернее, открутить гайку, чуть-чуть сорвать ее. Потом сжать пружину открутить, а то она выстрелится. Ну и собирать. А, еще же мне надо отбойник вот этот будет. У меня его нету, не предусмотрел я это дело. саму стойку, прежде чем приступить к разборке, мне надо хотя бы сорвать вот эту гайку. Здесь диаметр стержня 12, и внутри шестигранник. Такой шестигранник на 6. Значит, надо хорошо там все вычистить в этом шестигранник чтобы чтобы вернее не шестигранники а проточка под шестигранник. Проточку всю это надо вычистить, продуть и вставляем на 6 сам шестигранник. вот он. ключом не знаю на сколько ключ наверное на 14 на 17 не знаю на 17 скорее всего. Да, ключом на 17 будем пытаться сейчас отворачивать. так вот накину я его немножко неудобно вот так наверное ух ты хорошо хорошо сидит ну еще пружина поддавливает конечно даже не знаю как буду отворачивать подумать надо первым делом конечно же на резьбу наша ВД 60 о поближе пусть маленько поотмокнет хотя бы несколько минут если не получится шестигранником откручивать ну мало ли тоненький он слишком значит придется возможно придется вот здесь вот брать за шток здесь повыше потому что шток повыше он не так работает как внизу внизу это вам входил амортизатор вот сюда через какую-то прокладку зажимать и крутить пытаюсь вот этот зажать шестигранник при помощи тисков вот так вот у меня будет смотреться все все-таки здесь здесь его будет сломать сложнее если придется ломать пробовать откручивать ни черта не идет я вам скажу открутить вот при помощи этого шестигранника ни черта не получается видимо только закручивать поэтому я вот сюда за шток буду браться кстати шток у меня здесь на сколько там в новом на 22 а в этом а в этом тоже на 22 отлично даже ну да на 22 так что придется вот здесь брать ключом прибегать к помощи третьих лиц как говорят сейчас я этот отбойник убитый отсюда уберу совсем вот чтобы не попортить шток мало ли что вдруг пригодится хотя все-таки наверное буду менять другой ставить вот так вот буду держать газовым ключом а там крутить ну все ребята вот так вот закрепил как я только что показывал газовым ключом при помощи помощника в данном случае супруги моей она держала тут кряхтела но выдержала и вот видите гайка пошла шток стоит на месте все можно победа можно так сказать а если бы я откручивал вот этим шестигранником вот этим вот то я бы скорее всего его сломал ну на 6 мало ребята мало закручивать пойдет а вот откручивать когда она 20 лет простояла почти 20 лет сейчас я вот эту гайку доведу чтобы она чуть-чуть вышла и потом буду пружину сжимать потому что когда пружину сожму неудобно будет держать так контролируем видите еще далеко дальше не надо а то может слететь с резьбы и выстрелить ну что вот так вот зарядил я с одной стороны стяжка пружин с другой стороны вот она стяжка вот сейчас я буду крутить ключом на 17 сжимать пружину и у меня освободится верхняя чашка одну сторону поджал видите цепляется резьбой за эту чашку блин это плохо так вот резьба и зализывается да уж ну а здесь все нормально думаю что можно уже откручивать болт ой гайку ну вот она от руки идет посмотрим вообще эта штука должна крутиться держит ее зараза и все придется наверное вот так отпилить болгарочкой ну что модернизация инструмента продолжается нижнюю прокладочку вот видите она у нас можно сказать испорчена снимаем это же бы конечно зачистить да покрасить еще насколько их еще хватит неизвестно пружина подгнила тоже я бы тоже почистить да хотя бы чуть-чуть мазнуть попробуем а вот сама стойка еще она из себя представляет видите она уже не работала интересно пишут почему-то 18 а диаметр это 22 вот она вот она подбойник убитый разбитый посмотрим сейчас и сама стойка она немного другая вот если сравнить с этой так вот так вот видите тут какая-то фасонная это вот другая вот она пружина была она вся ржавая прошел я ее почистил как мог не снимая стяжки потому что сниму потом попасть неудобно будет и здесь вот наверху у меня уже покрашена ну то есть низ пружины был более порыпанный чем верх поэтому я сейчас просто пружину покрашу вот краской которая у меня есть ну еще походит она я думаю лет пять так краска засохла так разбавлять ее не буду потому что она и так разбавлена вот так вот покрашу вот и пусть она до завтра посохнет а завтра уже буду собирать пружину сегодня как бы субботний день время не поджимает поэтому поэтому покрашу а вот где вот здесь вот где у нас стяжки стоят потом уже после того как соберу стойку покрашу и там так вот типа типа подновил маленько освежил пружинку ну меньше ржаветь будет может я говорю на год дольше походит ну вот так у меня примерно получается идет для бэушной зато платить не надо за новую пружину это еще походит посадочное место этой стойки я его естественно протираю готовлю к установке так сказать с этой стороны внизу протираю есть у меня желание конечно поставить проста выше ну проста выше пока нет поэтому я сделаю выкройку а потом сделаю проста выше ну смотрите первый раз разобрал стойку хондовскую и был удивлен что здесь вот в этом я его крабом называю или чашка можно назвать ее верхней крабом потому что она вот этими болтами приворачиваются к кузову я ожидал здесь увидеть подшипник а оказалось что здесь стоит салентблок он видите резина вот он продавливается рукой я еще думал не разбит ли подшипник вот так вот пошевелил ставил на пинчик то есть обыкновенный резиновый салентблок он работает отражает удары думаю а на чем же поворачивается стойка и в итоге смотрите на чем она поворачивается я конечно поражен был вот такая пластика обыкновенная пластика вставочка я не знаю что там внутри попробовал отковырять не стал вот видите она одной стороной ставится она как бы из двух половинок то есть одна половинка крутится в другой вот так она вставляется а здесь сверху на нее кладется чашка в которую потом упирается пружина сюда и вот эта чашка вместе с пружиной вместе со стойкой поворачивается вот на этой пластиковой фигне представляете я больше чем уверен что там нету шариков никаких может быть какая-то смазка есть я не знаю для меня конечно это был шок хочу завтра интернета у меня не будет тут буря была у нас опять интернет пропал я до сих пор в шоке ну тут видать вот она подтупливала пластик этот и вот она ерзала уже по крабу ерзала туда-сюда то есть была зажата интересно что же все-таки там внутри просто смазка или какие-то шарики есть ну я шариков там ну упор она во-первых легкая если бы там были шарики она была тяжелая в упор не вижу никаких шариков вот так вот то есть на обыкновенный пластиковый вот такой пластиковый подшипник наверное удешевление это дает я не знаю что это дает потому что сам соленблок он тоже его надо изготовить сделать у тойоты вот здесь стоит подшипник у девятки вот здесь стоит подшипник в крабе а вот у хонды видите как интересно и что вам интересно самое интересное я пытаюсь разобрать вот так просто он не разнимается вот этот пластиковый подшипник или как это вот кто знает может напишет в комментариях что же действительно там просто пластик без всякой смазки или все-таки смазка есть ну буду собирать то есть ковырять я ее не буду потому что вот вот она видно что шевелится вот она вот она то есть исходя из своих ему заключений я вот здесь все-таки так тоненьким тоненьким слоем герметика нанесу прокладки чтобы он прилип то есть вот этот вот подшипник чтобы прилип и все-таки крутился здесь внутри а не вот здесь юрзал по этому крабу вот я очень тоненько намазал герметик закручу и прилеплю эту штуку я ее растворителем почистил так вот чтобы она не выпадала когда одевать буду на место чтобы она не выпадала ну и здесь вот это низ пружины который ржавый был на нем вот эта вот прокладка была ну не побегу же я сейчас не буду ждать понедельника короче говоря переворачиваю ее хорошей стороной и одеваю пока она еще не совсем подсохла я ни в коем случае не учу вас не заставляю так делать просто делаю я сам так это антискриповая скорее всего прокладка ну то есть скрипа чтоб меньше чтоб железо об железо не терлось вот honda концерн honda решили подложить вот такую прокладочку вот а я чтобы она встала на свое место и не убегала никуда видите пока еще сыро пока еще краска не совсем высохла так как бы приклеиваю на краску это до завтра начинаем собирать стойку вот он у меня пыльник диаметр внутренний 22 сейчас я стойку сюда установлю и буду одевать пыльник вырезал я вот такую штучку сейчас узнаете для чего вот для чего мне нужна была резиновая прокладка чтобы не помять стойку и одновременно зажать ее ну тут особо она не зажалась конечно ну мне достаточно снимаем эту опорную штучку или как правильно цепляющую штучку амортизатор выходит так теперь одеваем отбойничек отбойник вместе с кожухом или как с чехлом одели далее ставим на место пружину вот эту нашу более-менее высохшую пружину здесь вот специальный паз есть вот видите перепад вот этот перепад вот в него должно попасть сверху она должна быть относительно ровной ну сейчас не получится потому что она на стяжках вот ставим теперь чашку которую мы помыли приготовили вот здесь вот видите метка старая ее я поэтому нижнюю эту резиночку и не снимал чтобы у нас получилось чтобы у нас получилось что-то то есть попало на свое место вот эти пипки надо постараться попасть а по большому счету ни хрена стараться попадать если она не лезет ни хрена стараться попадать так здесь вот все попало теперь берем наш краб вот с этой пластиковой штучкой вместо подшипника и устанавливаем устанавливаем вот сюда вроде попал да попал но почему-то она не садится видимо не видимо видимо надо пружину еще поджать я так думаю не выходит да придется пружинку поджать еще здесь вот не поджимая пружинку а как бы немножко поддавливая так что ли старая гайка хотя есть и новая вот так еще раз смотрю здесь вроде все нормально нормально беру ключ на 17 здесь вот маленько может быть задеет да нет не задеет сейчас буду закручивать а потом снимать эти стяжки ну то есть если вот так со стороны посмотреть вот смотрите зажата в тиски небольшие через резинку потом сама стойка новая одета пружина одет отбойник там все собрано ну и все в принципе стойку я собираю заворачиваю и вот это краб давит на чашку чашка на пружину и все это сжимается вот так вот затянул надо сказать прилично ньютонов наверное на 25-30 а больше и не надо все снимаем стойку так сказать с постамента тисков вот с этих а можно и не снимать можно прямо здесь открутить эти стяжки все стяжки сняты теперь вот здесь где они были не прокрашены я сейчас прокрашу да и в принципе даже если не засохло можно устанавливать ну все наша стойка в сборе вот она стоит красивая новая можно сказать сейчас будем устанавливать на автомобиль которые я там буду сейчас ставить немножко очищаю потому что вся резьба забита начну вот так гайку крутить а она не идет поэтому я лучше почищу почищу вот такой вот щеточкой можно болгаркой вот такой вот почистить ну посмотрим ну вот почистил теперь гайка легко от руки заходит вот так вот этого и добивался ну теперь следующий болт видите вот видите здесь на болту обнаружил заусенцы пытаюсь надфильком чуть-чуть подправить ну что поставил я стойку самая сложность была в том что когда я вытаскивал вот этот вот вот это полуось она подалась немножко вперед ступица вот так вот упала и он выскочил там вот здесь шрусы вот с этой стороны шрус возле ступицы и там возле коробки и вот которые возле коробки шрусы выскочили и пришлось немножко туда давить одному неудобно и туда-сюда крутить ступицу саму крутить подшипник ступицы чтобы там шрус попал ну а теперь остается только закручивать кому интересно затягиваем эти гайки ну на 100 ньютон точно надо затянуть я вот при помощи такого динаметрического ключа сейчас посмотрел на 140 даже затянул теперь одеваем тягу рулевую а так видите даже одной рукой получается ключом на 17 сейчас подтяну ну и как в начале видео поставлю на место вот этот вот шланг шланг тормозной вот сюда поставлю поставлю на место АБС провод ну и здесь вот защиту приспособил защиту защиту будет еще желательно поставить все стойка другая видимо вот этот рычажок чуть подальше поэтому надо ослабить провод эту штучку отогнуть немножко ослабить видите подвинул проводок ну что все стойка установлена посмотрите вот эти два новые болта пришлось купить потому что старые плохо отворачивались там грязь резьба короче попортилась точно таких же я не нашел там на 19 головка на родных а на этих на 22 но думаю это не хуже видите шайбочку здесь поставил сама стойка подошла прекрасно изюмительно еще раз подведу итог когда разбирал ступица отошла отошла сюда и немножко полось вышло пришлось немножко пошевелить ее вот что еще сделал вот этот вот пришлось пошевелить она встала не договорил вот этот вот провод на датчик abs видимо сам кронштейн немножко подлине или подальше пришлось здесь немножко отодвинуть железку здесь вот эту железку ослабить провод туда подать и он видите теперь свободно так 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 ну все здесь подошло теперь показываю здесь я тоже все закрутил осталось поставить колесо по ходу ремонта значит заделал я вот здесь может быть в начале ремонта видели здесь дыра была вот запаял я паяльником все это у меня старые находил эти пластиковые штучки на дорогах валяются после зимы и вот здесь сделал защиту чтобы на шкив коленвала не попадала грязь и потом когда шкив крутится грязь попадает и оказывается это вся грязь вот видите где вот здесь надеюсь что теперь здесь не будет она оказывается все подкапотное пространство чисто а именно вот это место где шкив крутится вот здесь с этой стороны шкив вот такая фигня ну все может быть видео долгое нудное ну старался показать подробно немножко не показал может там как я саму стойку сюда засовывал ну ничего там интересного засунул да и засунул она легко засовывается так же как я ее вытаскивал можете в начале видео посмотреть всем кому нравится мое творчество так сказать стараюсь делать очень подробно как ну как сказать от первого лица вот например мне что-то я что-то делаю первый раз и представляю что человек тоже первый раз делает и стараюсь рассказывать все ну вот примерно так ставьте стойки меняйте самостоятельно в своем гараже без подъемника можно сказать без ямы хоть она у меня яма есть но я туда и не залазил поменял стойку все ставлю колесо и пока да перед установкой колеса смазываю вот эти вот шпильки или как болты которые ступицы в ступицы в самой держат диск колесный графитовой смазкой слегка смазываю сейчас предвижу кучу критики она у тебя отвернется не отвернется поверьте мне 30 больше 30 лет опыта за рулем вот когда их не смажешь и и не почистишь вот тогда точно отвернется а когда они почищены и смазаны если вы заворачиваете с нужным моментом смазка вообще не влияет она наоборот еще как бы ну знаете на стекло причмакивают эту липучку обычно ее берут и слюняют это примерно вот такой же эффект то есть она как бы смазка еще и держит то есть не дает попадать в воде ржавчины и откручивается потом в следующий раз хорошо все поехали пробовать